Продолжаем нашу посломашнюю бесконференцию. Главное, что я жмецкого Динамо, Леонид Станиславович Кучук, коллеги, сразу ваши вопросы по традиции. У меня сегодня нет вопросов. Нет? Так, микрофон, пожалуйста, если. Да, спрашивайте. Наталья Федорцова, телеканал СТВ. Подытожьте, пожалуйста, матч. Все ли получилось, все ли сложилось так, как вы видели перед началом игры? В принципе, да. Так, как и планировали, видели, что эта игра будет под результат. Ты когда догоняешь, в принципе, не бывает простых игр. Ты не имеешь права вообще ошибаться. Значит, связаны еще там были проблемы восстановления. Футболисты некоторые, ну, значит, после травм выходили некоторые. Значит, не некоторые, а именно центрополя. Нужно было решить точно, кто в центрополя будет играть. Еще вчера не было известно, кто будет играть. Но в том-то и заключается работа тренера и команды, чтобы она, значит, могла исполнить, что ты видишь. В принципе, команда исполнила там. Ошибка была, когда Женя Помазан вытащил нас. Ну, в принципе, с одного момента. Так вот, знаете. Ну, для этого и воротай опытный, когда он с одного момента вытаскивает команду. 10-20 моментов не будет. И поэтому, ну, скажем так, у нас любой результат ничья или поражение вообще не устраивало, ничья тоже. Поэтому так складывался матч. Игра двух команд была очень строгой. Такая, ну, значит, знающая толк в тактике. И такая, в принципе, в исполнении двух команд тактическая, очень обученная команда, строгая игра. Очень хорошая игра. Будут ли еще вопросы? Павел, пожалуйста. Павел Безрусский рай, Тюнис Неславович, как оцените дебют Хвощинского и Силоса в сегодняшнем матче? Ну, задам вам вопрос. А сколько Хвощинский создал опасных моментов? И вот момент. Ну, да, и выходил. Вот это, ну, на ваш вопрос-ответ. Значит, я же сказал, 10 моментов не будет в такой игре. Ну, а с точки зрения Силоса, если вам сказать, что он, ну, когда он у нас не спал, ночью появился, 8, фактически ему на 9, 10, 11, 3 дня на адаптацию. Другой часовой пояс, другая температура, значит, все другое человеку. Другая страна, нужно было и очень много отборов, очень много перехвата. Да, и очень спокойная игра. Я то прекрасно понимаю, еще это не его игра, понимаете? Ну, ничего. Это вот такой, несмотря на молодой возраст, это очень опытная игра. Есть сильные стороны, поэтому я как бы ответил, думаю, на ваши вопросы. Владимир? Еще вопрос. Как-то пару недель назад сам себе подумал, что Шитов, учитывая его опыт, уверенность, понимание игры, мог бы играть в центре полузащиты. И вот сегодня он так там сыграл. Как оценить его игру и почему решили? Это не от хорошей жизни? И почему его передвинули выше? Ну, вот это разнообразие, где может Игорь Шитов играть. Ему, наверное, было тяжелее всех, почему он пропустил фактически пять недель. Да. Тренировал, тренируется только. Но из-за того, что это очень профессиональная игра, он даже будучи травмированным, он тренировался по два раза в день. И ему, наверное, было тяжелее всех играть. Почему? Потому что когда ты пропускаешь пять недель, это фактически полная растренированность. Ему удалось, значит, поддерживать уровень тренированности. И очень тяжело было, и он сыграл, исполнил. Даже не сыграл, а исполнил эту позицию. Футболист, играющий на трех позициях, это, ну, как говорят, это уже есть класс. Когда, я же сказал, еще вчера не было ясно. Ясно, что ты подводишь его потихоньку, полегоньку, пообъясняешь скрупулезно. Но это уже есть уровень. Уровень футболиста, когда он понимает, что нужно делать на футбольном поле. Когда полностью отдается игре, даже через немогу. Ответил? Спасибо. Вопросов больше нет? Всем спасибо. Всего спасибо.